кровавые вороны современного вархаммера это довольно противочивый орд но тем не менее не стоит отрицать что он довольно известным благодаря серии игр давно вор вообще если говорить о кровавых уронов то это довольно трехразрядный орден поди знай когда создан непонятно кому подчиняется какая у него особенно доктрина и так далее об этом можно говорить следующем ролике здесь же мы поговорим с вами о происхождении ордена даже до сих пор непонятно кто они такие и так далее и на самом деле удивить наш о геймс воркшоп смотря на успех он вор один относительно успех давно вор 2 и провал давно вор 3 но все равно это громкий информационные шумы не придумали и четко не расписали историю кровавых воронов потому что очень много информация противоречивая на данный момент скопилось непонятно что как так далее двух словах много раз проводили следование и на семени ордена кровавых воронов и не смогли определить каком примарху он относит скорее всего это говорит о том что и на семья имеет смешанный характер либо и данные засекречено потому что давно вор дар крусей давианту нашел какую-то информацию мире гробницы не кронов на каураве 4 и уничтожил всю эту информацию далее есть обочина информация что якобы у инквизиции где-то хранится информация о орден кровавых воронов его происхождение засекречено печатью какой-то древние инквизиторской организации или просто каким-то инквизитором но по-моему это все болтовня давайте разбираться по факту из тех источников которые у нас имеются на данный момент наиболее распространенный миф о том откуда произошли от кого произошли правовые вороны это тысячи слов здесь нам приходят на помощь книги из серии ереси хоруса пожалуйста не надо брать серию книг гота это зарево войны то есть так называется данный убор по-английски они все признаны не каноном и я пытался стать и часть их прочитать и у меня произошел лютый приступ кринжа поэтому это жесть и это вообще не является никаким источником самих и фокс сказал что на уровне фан смысл их фразы что это не является каноном что является каноном точно это то что в произведении битва за бездну бена каунтера известного очень интересного автора один из библиариев с 1000 сынов неожиданно когда пытался запечатать или прогнать демона он произнес странная речь знание это сила и потом ответственно изгнал демона совпадение не думаю но вполне возможно что просто games workshops и решил поиграть на нервах фанатов ободрить интерес давно вор потому что есть не ошибаюсь битва за бездну вышла 2007 или 2008 года а тогда как раз таки был пик такой известности давно вор один всех в дополнение soul storm и так далее который кстати до сих пор играют и вышел дауна вор 2 вполне такая информация небольшой такой сброс для того чтобы подбодрить интерес к игровой вселенной и чтобы соответственно этот инфоповод стал способом обогащения уже для самого games workshops чтобы люди приходили и покупали миньки книги и тогда второе такое упоминание в романе 1000 сынов греба макнила ам якобы один товарищ сайтах летописец провидел будущее и он сказал что я вижу воронов их тоже вижу потерянные сыновья и бороны крови они взывают ко спасению и знания но их отвергают вообще символ бороны символ ордена кор видов или культа кор видов как вам больше нравится это орден который примыкает том числе и ариманы там чернокнижники которые прозревают будущее один из самых таких мощных организаций легионов тысячи сынов поэтому это может трактовать двойном смысле во первых извините меня это просто речь о том что тысячи сынов с каракции есть конкретно и они не видят истину потому что хаос застилает им глаза другой стороны можно же поспекулировать на том что якобы это видение о том будущем что якобы какие-то и сейчас сынов которые отсоединились от аха севшего легиона и они не хотят ничего иметь общего их прародителям но опять же еще раз говорю во всех кодексах где вообще где-либо упоминает скрал вороны а кодекс напоминаю источники приоритетного значения самые главные никто им не может противоречить даже если в книгах что-то не то написано там написано что кровавый вороны происходит неизвестно какого основания и неизвестно от какого примар и напоминаю что адептус механикус я еще раз адептус механикус проводили исследования и на семени не смогли определить какому ордену они так что скорее всего больше или вероятнее более живо выглядит версия не то что кровавый вороны произошли от тысячи сынов а возможно какой-нибудь проклятое основание которое было раз 36 по 37 тысячелетия когда предположительно и появился орден кровавых воронов происходило эксперименты по смешению или смешению чего решение гена семени лояльных орденов и смешение гена семени орденов вращения легионов придать запрет имеется же лиман не разрешил колу мечеть потомками предателей примар предатели безусловно вы не цепляете меня пожалуйста за слова словам и и выходит версия что это скорее всего смесь если смесь гена семени они создали уникальное гена семя соединив характеристиках и не допустим ультрамаринов и допустим из часов токио появились такой необычный орден а чем он необычный что очень много сахер в этом ордене и психеры библиарии они занимают привилегированное положение но не стоит забывать что после ереся кироса у компьютерные игры не делают кавычках кавычках хорошего для вархаммера значит когда на бывший морис кровавых воронов и раз ал демон принцип попытался стадим он принцип святи все хорну который ненавидят колдунов все полный бред но суть не меняет он все равно хасид половина ордена а я напоминаю что к тому моменту уже осталось целый орден половина была потеряна на каураве 4 и на кроносе а компании солс торм а где эдрик куэль там какой капитан помпят народ или какой он там рот не имеет значить дебил редкостный просто положил пол ордена после этого мы приходим к дауна вар 2 и у нас теряется ну с учетом давайте будем реалисты минимум рота для того чтобы остановить левиафан потому что если смотреть количество подкреплений и потерь ваших отрядов процессе прохождения компании ну рота 2 точно уж потеряли и еще отнимите от этого половину которые подали съели сирос и вот остаток подчинился гиабриэлью ангелосу которая еще более того очистил от нежелающих то есть вполне ну я не рассуждаю с точки зрения потому что написано и рассуждая с точки зрения логики касался около сотни десантников но вроде бы опираясь на последний кодекс и 8 9 редакции там написано что кустодес передали кровавым вороном они же теперь находятся в империи у меня гиллус темном империуме и них так проблема им надо быстро восстанавливать им передали вот знания создания писать примари скорее всего орган выжил потому что мы не слышали что тут там произошло тем более давно вор 3 по моему происходит после того как открылся грейфт рифт великий разлом поэтому можно сказать что органы кровавого ворона выжил но от кого он произошел тысячи сынов самые наиболее такой приемлемые кандидат потому что вот слишком много отсылочек на это есть плюс учтите что это просто может быть совпадение то есть авторы имели ввиду связь с корр видами дело в том что органы кровавого ворона хотим мы того или нет очень на слуху и доверасты или просто люди которые начали изучение вархаммера знакомства игр давно вор и это сигнал их как пример такой же только после давно вор я начал изучать подробнее вархаммер вселенную 40000 и я с удивлением удивился что у кровавого ворона самое не главное они только недавно грубо говоря 10 лет назад стать для меня не такими особенными для меня сейчас понятно ордена первого основания второго потому что третья более важна эти какие-то там непонятные ребята да интересные очень на слуху благодаря компьютерам но не более вы как понимать благодаря этому я и провожу такого рода подкаст 2 уже менее вероятно и прородить ордена кровавых воронов это либо правого ангела либо темные ангелы опять же это символом есть там виде как крыльев скрытности от темных ангелов цвета от кровавых ангелов но и возможно еще они произошли от гвардии ворона а муж опять же символ ворона но цветовая гамма мутации вообще не видны смысле опять же с другой стороны если опираться на книгу опустошение опустошение проспера нет потерянное освобождение гава торпа где он рассказывает о том как было испорчено гена 7 гвардии ворона можно предположить что варп вирус который поразил генотех благодаря которому порокс пытался восстановить свой легион быстрым способом возможно часть мутировала не физически мысли сайтерском мысли и тогда они получили большой какой психический потенциал что говорит о том чем у них так много псайперов и откуда у них чем они довольно сильные между прочим среднестатические псаги руни довольно сильная про библиали столяриев и более главных библиариев они довольно сильные среднестатические библиарии сравнить со всеми орденами их еще и много и это вот тоже накладывает такую вот вероятность но а где антическая связь с кораксом где бледное лицо мы вообще знаем космодесантников негров я правда ультрамарины тоже негра есть и библии бирские кулаки негры тоже но это повесточка лгбт и оля напоминаю запрещено на территории р.ф. экстремистская организация она признана и это можно списать на то что просто решили играть на повестке но с другой стороны ладно один не похож а остальные чего у них нет кожи не бледные глаза не черные но вполне возможно что имела место смесь гена семени может кто-то во время темного основания пытался прошу печенье проклятого основания пытался исправить какие-то ошибки который коракс совершил процессе работы с генотехом вернее это не он сделал а альфа легион ему подмешал но он читать что это он нам виноват но поди знай ну тогда бы была какая-то связь хоть какая-то там черные глаза я не знаю черные волосы а вы посмотрите на всех право воронов самых известных они русы не господи корей они ближе более вероятно выглядит версия то что они от славян произошли нет коракса потому что русы у них цвет блондины но блондины у нас кто у нас кровавые ангелы а тогда где у них кровавая жажда возможно возможно оба вороны продукт какой-то там генных попыток исследований визаре кола не знает попытался что-то там сделать особенно потому что товарищ полностью отбит и он может делать все что угодно как показывает особенно great work гая хелли великий это 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 что-то с чем-то это товарищ настолько хитрожопа что мог сделать все что угодно я не буду еще говорить и напоминать по моего охранники примуси или какую зовут первый который по прото примарис который вообще полностью отбитый от морозок по-другому его никак не назвал а больше информации серьезно нет на котором можно выбирать наши рассуждения так вот произведение год зарево войны они признаны не каноном поэтому даже к ним прикасаться не будем я их к ним но просто показать на то что информация там очень интересно что якобы а заря виде это брат аримана ну извините меня это не канон не канон и это полный дебилизм книги написано ужасно сюжет просто невероятно тупой это неудивительно что это книги из не канон ну остается ожидать что games workshop сдавать какую-то информацию если выйдет каждого вор 4 или как он соло игра или как они еще играл у кровавых воронов или где они будут упоминаться или там одни из участников будут ну вот только на это или они напишут книгу наконец я удивлен что они не хайпанули не написали книгу про кровавых воронов могли бы они это сделать потому что ну извините меня доверасты бывший довераста до сих пор очень сильно прям так сказать превозносит этот орд как то так так что вот такая информация происхождение на имеется если говорить о том кто является протоосновательным что-то более четко известно этой азаре видео один из главных библиариев или просто главный библиарь или просто какой-то были вдовой библиарий который так называемые великий отец в тридцать седьмом тысячелетии там изменил подход боевым действием вообще структуру и так далее ордена кровавых воронов но тогда стоит вопрос они не в тридцать седьмом тысячелетии были основана может в тридцать пятом нож какие-то странные источники там разные причем официально веришь в тридцать пятом может быть а ранее были потеряны информация так что по не знаю может быть это какой-нибудь орден там 10 там не знаю основание может даже не проклятого хотя по всем таким генетическим особенностям по таинственности это очень похоже на орден проклятого основания тем более если учесть что ордена проклятого основания либо стали хаоситами либо вы родились либо просто выглядит довольно странно те же черные драконы которые там отращивают рога на голове ими бодает всех противников он покрывает адамантин и так далее как оружие используя там клинки из моих отроченных когтей да и там прочее 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 дикость и всего тому прочего а почему бы и право вороны за не писать тоже какой-то странный орден по странной особенностью слишком много псайкеров тем более их родной мир уничтожен аврелия был из того то что его затянула вар какое могло быть 100 то что открылся локальный вар шторм а так вроде как произошло и затянула планету почему ну потому что много несанкционированных сайкеров как-то вот бомбанули назовем это так вот такая вполне может быть информация плюс не забывайте что и на родном другом мире а уже герб габри габриэль на энгелесе или энджелесе ответственно уже у нас с планеты кирена которая подвергнулась экстремината суда и лично он ответственно за то что стерминировали уничтожили от мир но кратко вроде как та информация которая имеется вроде там опять же какая-то активность сайкеров было тоже габриэл ангелс помощью инквизиции уничтожил эту планету он и скорее всего побоялся что опять какой-нибудь парк шторм откроется по типу возможно время ваша время точно пробовал пробыла в арпе несколько тысяч лет об этом говорит down over 2 вроде как down over 2 события вроде как канон потому что они даже упоминаются извините меня в space marine довольно неплохой игре тем более который имеет прохождение который тоже нахайплина где правда про ультрамаринов рассказывает но это вопрос уже 10 так что вот такая информация о том вот такие кровавороны и так далее но четкой информации до сих пор у нас нет это единственное вы должны спасибо за то что прослушали это спасибо до свидания до новых